В эфире программа «День города» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Вот некоторые темы этого выпуска. Терять колеса на ровном месте. Очередной провал в центре Рязани. Двор в Кальном оцепили из-за бесхозной сумки. И в области введен пожароопасный сезон. Сегодня утром двор одного из жилых домов микрорайона Кальной оцепили из-за подозрительной сумки. В дежурную часть поступило сообщение о бесхозном пакете. На место выехали кинолог с собакой, несколько полицейских и пожарных машин. Оперативные службы работали около 20 минут, после чего сняли оцепление. Как выяснилось, в пакете лежала старая одежда. Правительство России запретило сжечь сухую траву на землях сельхозназначения. Соответствующее постановление было подписано 21 марта. Также запрещается разведение костров на полях. Отметим, что палы сухой травы по весне – это настоящий бич. Весна радует нас не только теплой погодой. За окном светит солнце, а люди наконец-то сбрасывают в себя теплую одежду. Но у каждой медали есть своя обратная сторона. Так, с 1 апреля 2017 года на территории Рязанской области начинается пожароопасный период. Чаще всего возгорание происходит из-за детской шалости или неосторожного обращения с огнем. Еще одна причина – это сжигание сухой травяной растительности после уборки садовых участков либо прилегающей территории к жилым домам. Люди зачастую не думают о тех последствиях, которые могут возникнуть. Ведь огонь не щадит никого, сгорают жилые дома, другие строения жилого сектора, а зачастую от пожаров гибнут люди. С 10 марта по 1 апреля текущего года на территории области зарегистрировано 113 случаев горения сухой травы общей площадью свыше 190 гектаров. Притом в Рязани произошло 16 из них. Еще в далеком 2012 году вышло постановление правительства под названием «О противопожарном режиме», где было выделено 4 главных условия, при которых можно сжигать сухую траву. Главное – это безветренная погода. Участок для выжигания сухой травянистой растительности должен быть на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта. Территория вокруг участка в радиусе 25-30 метров должна быть очищена от сгораемых материалов, горючих материалов, порубочных остатков, валежника, сухих деревьев. И отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра. Также на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой растительности, не должен действовать особый противопожарный режим. Лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами пожаротушения. Если сухая трава располагается рядом с лесом, то в ход вступает другой закон. Он гласит, что сжигать ее нужно на расстоянии не менее 10 метров от деревьев или отделить их минерализированной полосой. За нарушение основных требований и правил пожарной безопасности в нашей стране предусматривается административная и уголовная ответственность. В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за разведение костров ближе 50 метров от зданий и сооружений, Бесконтрольное сжигание травы, предусмотрены штрафы для граждан до 1500 рублей, для должностных лиц до 1500 рублей и для юридических лиц до 200 тысяч рублей. В условиях особого противопожарного режима эти суммы увеличиваются вдвое. Если в результате пожара собственникам имущества причинен крупный материальный ущерб свыше 250 тысяч рублей, то за указанные деяния предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 168 Уголовного кодекса Российской Федерации, где максимальное наказание по которой это лишение свободы на срок до одного года. Если же при пожаре произошла гибель человека, то наступает уголовная ответственность по части 2 статьи 219. Это нарушение правил пожарной безопасности лицом, на котором лежала ответственность за его соблюдение. Максимальное наказание, по которой это лишение свободы на срок до 5 лет. Важно помнить, что сжигая траву, вы подтвергаете опасности не только ближайшие строения. Вред, который наносится почве, огромный. Уничтожение полезных микроорганизмов и насекомых – это только верхушка айсберга. Благодаря комплексу мероприятий, проводимых главным управлением МЧС России Парижанской области, совместно с Министерством природопользования удалось добиться определенных успехов. За 2016 год на территории лесного фонда пожаров не зарегистрировано. Ранее проведенная работа по предотвращению лесных пожаров, в том числе проведение совместных рейдов с представителями администрации муниципальных образований, волонтерами и сотрудниками лесничеств с проведением разрешительной работы, бесед, с раздачей памяток, способствовали более внимательному отношению граждан к соблюдению мер пожарной безопасности при посещении лесов. Чтобы донести до населения информацию о начале пожароопасного периода, сотрудники МЧС и полиции провели совместный рейд. Проводятся регулярные рейды сотрудникам МЧС, ДПС, направленные на предотвращение мошенничеств, квартирных краш и распространения наркотиков. То есть водителям объясняются, вручаются памятки, как действовать в сложившуюся ситуацию. Цель акции – уменьшить количество преступлений, совершаемых в городе Рязани и Рязанской области, а также количество преступлений, административных правонарушений, совершаемых в Рязани и Рязанской области. Сегодня эта акция кардинально изменилась. Например, работающий громкоговоритель на машине сотрудников МЧС напоминал основные правила предупреждения пожара. Мания в связи с наступлением пожароопасного сезона. Главное управление МЧС России в Рязанской области напоминает. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Отдыхая на природе, не жгите траву. Не оставляйте горящий огонь без присмотра. Не разводите костры в лесах. Тщательно тушите огурки и спички. Водителям же вручались сразу несколько памяток. Два раза в месяц сотрудники ДПС проводят акцию, где раздают вот такие листовки. В них подробно расписано, как не стать жертвой мошенников и воров. В листовках МЧС говорилось о том, как избежать пожара в квартире, проводить пожарную профилактику в доме, а также давались советы и наставления детям. Обращаюсь к гостям и жителям Рязанской области, что сжигание сухой травы может привести к серьезным последствиям. Это изгоревшие дома, другие строения, это и уничтожение сотен гектаров леса. Такой печальный опыт уже был в Рязанской области, и эту ситуацию нужно не допустить. Уважаемые граждане, будьте бдительны, осторожны при обращении с огнем, соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности. В Рязанской области пройдут массовые рейды по пьяным водителям. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД. Для участия в мероприятии будут привлечены дополнительные силы и средства из числа сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекция обращается к жителям и гостям Рязанской области с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем. В Рязани на две ночи перекроют движение по северному обходу. Движение закроют в период с 23 часов 19 апреля до 5 утра 20 апреля, а также в это же время 20 апреля до 5 утра 21. Данные ограничения вводятся в связи с техническим обслуживанием разводного моста через реку Трубеш. Автомобилистам предлагают искать пути объезда. Очередной провал в центре Рязани. На этот раз «Лада» 15-й модели на одной из главных улиц угодила в открытый канализационный люк. Происшествие случилось 6 апреля вечером на улице Ленина. Со слов пострадавшего, он выезжал задним ходом от одного из торговых центров и неожиданно одно из колес его автомобиля провалилось в открытый люк. На место в течение нескольких минут приехали сотрудники ГИБДД. Пока они фиксировали аварию, приехали и экстренные службы. Как выяснилось, для того, чтобы огородить место происшествия. А за специальностям строевая подготовка, тактические дисциплины, основы профессиональной деятельности изучены. Сегодня молодые люди подтвердили намерение служить на благо Отечества. В Рязанском институте МВД они приняли присягу. Подробнее Марина Комиссарова. Славься, Отечество, наше свободное. Один из красивейших ритуалов в жизни любого сотрудника правоохранительных органов происходит прямо сейчас на плацу филиала Московского университета МВД имени Кикотя. Это церемония приведения к присяге. Впервые в истории России сегодня присягнут сотрудники Федеральной службы Национальной гвардии Российской Федерации. Больше ста сотрудников сегодня произнесли вслух клятву, которая определит их дальнейшую жизнь. Среди них 16 человек, выбравших войска Национальной гвардии. 16 сотрудников войск Национальной гвардии приняли присягу. Войска Национальной гвардии были созданы в соответствии с указом от 5 апреля 2016 года, указом президента Российской Федерации. В войска Национальной гвардии на территории Рязанской области вошли подразделения ОМОН, СОБР, внедорственные охраны, лицензионно-разрешительные системы и внутренних войск. Ребята прошли огневую, строевую, физическую, тактико-специальную и правовую подготовку, прежде чем произнести священную клятву. Каждый из них уже сегодня готов к реальной службе и является полноценным сотрудником, способным в случае любой экстремальной ситуации встать на защиту общества. В первую очередь какая-то ответственность гораздо больше появилась, потому что теперь я не только за себя, за свою семью отвечаю, но еще и за данные обязательства перед обществом, перед государством, перед Родиной. Ну и все-таки какой-то радостный трепец. Показательное выступление курсантов университета – хорошее подтверждение тому, что физическая подготовка сотрудников на высочайшем уровне. Далеко не все из них – профессиональные спортсмены. Навыки они получают в процессе обучения в ВУЗе. Священная клятва верности, служения народу, Отечеству дается раз в жизни и навсегда каждым стражам правопорядка. Сотрудники органов внутренних дел относятся к особым профессиям. То, что для обычных людей это ситуация экстремальная, неординарная. Для сотрудника полиции это его ежедневная деятельность. И каждый день порой может быть даже инстинкт самосохранения должен уйти на второй план. А первое – это желание правильно выполнить, помочь людям выполнить свой долг. И в этом именно нравственный стержень каждого человека, каждого сотрудника играет основную роль. Для некоторых служба становится семейной традицией, как в случае Дмитрия. У меня служит брат, заканчивал данное учебное заведение. Ну, я как бы решил пойти по его стопам, ну и, соответственно, и вот я оказался здесь. С сегодняшнего дня на сто с небольшим человек больше готовы хранить наше спокойствие и мир в наших домах. Оберегать и защищать нас от преступников и террора. И каждый из этих ребят прекрасно понимает свою ответственность и принимает ее с достоинством. Товарищ полковник, может, с вами Блашков присяг? Присяг, присяг, присяг. Добавляю вас к имени. Служу Российской Федерации. Есть. Сейчас мы ненадолго прервемся. Не переключайтесь и смотрите далее. Православные отмечают Благовещение и сегодня праздник российского интернета. В эфире программа «День города» и мы продолжаем этот выпуск. Так случилось, что на этой неделе сразу три больших православных праздника. Лазарево субботом, Верное воскресенье и сегодня Благовещение. Кстати, самая древняя каменная церковь в нашем городе посвящена именно этому празднику. На Благовещение девка косу не плетет, птичка гнездышко не бьет. Провести светлый праздник советуют спокойно, легко и по возможности совершенно беззаботно. Как же быть нам, работающим людям, если особый день выпадает на трудовые будни? Важно, говорят духовники, сохранять в душе гармонию, спокойствие и благодать. Если хочется попросить у кого-то прощения, просите в этот день. А также можно помолиться за людей, которые причинили вам зло и на которых держите обиду. Он является началом всех праздников, которые ведут нас к спасению. Как и поется в тропоре «Дни спасения нашего главизна», «Начало нашего спасения». В храме Благовещение Пресвятой Богородицы благоухает. Изнутри он украшен лилиями. Лилия – древний символ чистоты и непорочности. Архангел Гавриил явился Пресвятой Девей и объявил ей ее величайшую миссию, что она должна родить Спасителя. Он явился к ней с лилией. Лилия, которая является символом чистоты, красоты и целомудрия, она олицетворяет собой именно эти качества. И Архангел Гавриил явился с ней. Мы также украшаем храм лилиями. И вместе с Архангелем Гавриилом говорим «Радость благодатная, Господь с тобой». Еще одна традиция запускать в небо голубей в праздник Благовещения связана с тем, что Дух Святой принято представлять в образе голубя. С этим связана еще одна история древнего Рязанского храма. Совходение, ты ли что, божий промысел. Когда сюда пришел действующий настоятель, мы сюда пришли. И у нас поселились два голубя белых. Мы их кормили каждый день. Они знали и жили у нас очень долго эти голуби. Потом, когда началась вот эта вот, ну, тут стройка на территории, они так уже стали перелетать временно, видно, их напугало это. Когда-то давно гужевой Владимирский тракт из Мещерских лесов от разводного плашкоутного моста через реку Аку и заливные луга вел путника к видневшимся из дали, приподнятым над городом куполам Благовещенской церкви. Белый пятиглавый храм с шатровой колокольней встречал, выделяясь изящными формами. Среди серых одноэтажных домов у самой городской черты. Благовещенская церковь представляет собой в плане основного объема бестолбный пятиглавый четверик, вытянутый вдоль поперечной оси, соединенный трапезным храмом с шатровой колокольней. Четверик, вытянутый вдоль поперечной оси, не так часто встречается в русских церквях. Исключением являются только церкви Старой Рязани. Храм Благовещения Пресвятой Богородицы или Благовещенский храм – одна из древнейших каменных церквей в нашем городе. Известно, что Древняя Благовещенская церковь, которая в числе шести церквей жестоко пострадала от пожаров, в 1611 году находилась внутри города. Здание пришло в аварийное состояние к середине 17 века. Новый каменный храм, дошедший до наших дней, построен в 1673 году. В 30-е годы 20-го столетия известный историк Яхонтов писал в своем дневнике о церкви Благовещения. Храм небольшой, но замечательный, как игрушечка, пятиглавый. В окладных книгах за 1676 год сказано, что в приходе храма числилось 48 приходских дворов. В это число входил двор боярина Кирилла Полуэктовича Нарышкина, деда по материнской линии, государя Петра I. И сегодня в церковь с удовольствием идут люди, особенно в светлый праздник. День Благовещения нередко считался днем начала церковного или даже гражданского года как на Востоке, так и на Западе. Вот и сейчас его можно взять за отсчет новой жизни. Без обид, зла и недопониманий. В Рязанском художественном музее открылась выставка народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств Виктора Минкина. На ней можно увидеть работы, созданные автором за последние пять лет, большинство из которых экспонируется впервые. Познакомилась с автором и его творчеством и наша съемочная группа. Картины Виктора Минкина сегодня можно увидеть в Русском музее, Третьяковской галерее и, конечно же, во всех крупных музеях Рязани. Почти четверть века назад, в 93-м году, именно в этом зале состоялось открытие первой персональной выставки, тогда еще малоизвестного художника. Но уже в то время работы Виктора Минкина явились откровением для рязанской публики. Сегодня же все – его коллеги и зрители непрофессионалы – единодушны в одном. Это настоящий мастер русского реалистического искусства, продолжатель линии национального пейзажа. Это творчество созвучно нашей земле, нашей природе. Хотя, конечно, это не фотография, это пейзаж настроения, это пейзаж, который выражен художником своим индивидуальным, неповторимым языком. Ведь каждый художник поет свою песню, он говорит на своем языке. Выставка «Свете тихий» стала уже седьмой персональной выставкой Виктора Минкина, приуроченной к его 70-летию. Раньше художника знали исключительно как портретиста. Сегодня же главное место в его творчестве заняли пейзажи. Сдержанный цветовой строй произведений, минимализм деталей и строгая продуманность живописного мотива передают эстетическое благородство неброской среднерусской природы. Все работы художника предстают перед зрителем сквозь нежную белую дымку. Это можно считать главным отличием его произведения. А получается такой эффект благодаря особой технике работы. Над каждой картиной Виктор Минкин трудится очень долго. Переписывает, счищает, дополняет. Это называется многослойной живописью. Многослойная живопись, она очень сложная. Когда пишешь в один прием работы, это, как говорится, там не прожухает ничего. Там все вот сделал и осталось. А когда многослойная, это самая сложная техника среди живописных техник, массивной живописью. Автор отмечает, что главное не техника и процесс написания работы, а результат, с помощью которого художник пытается донести до зрителя свое отношение к окружающей действительности. У меня всегда одно отношение. Я стараюсь быть искренним. И я никогда не пишу, как говорится, не на заказ, а просто как вот напиши, там, срисуй что-нибудь, про две пейзажи. Я пишу тогда, когда что-то там появится внутри, какое-то отношение. А исходя из этого, здесь не думай, здесь спонтанно. Уже берешь полз, там, начинаешь работать, а там уж куда вынеси. Экспозиция «Свете Тихий» будет работать в выставочном зале Рязанского художественного музея до 22 мая. Ну а в конце июня выставка Виктора Минкина откроется при Российской академии художеств в Москве. Сегодня Всемирный день здоровья. Он отмечается в дату основания ВОЗ. Эта организация инициирует усиление противодействия различным болезням. Тема нынешнего года – депрессия. Ей подвержены люди всех возрастов, и часто именно весной. А я все чаще замечаю, что меня как будто кто-то подименил. О морях и не мечтаю, телевизор мне природу заменил. Сейчас ранняя весна, а специалисты подтверждают, что все депрессивные расстройства, к сожалению, встречаются именно весной и осенью. В данный момент люди уже устали от серости. И любой переход вот этих зеленых листиков, когда глаз начинает уже по-настоящему радоваться, вот он тогда как раз ознаменует период того, что люди все-таки начнут на эту жизнь смотреть более позитивно, я считаю. Вместе с природой начнет распускаться и душа. Но, как выяснилось, у нас вполне позитивный город. Из прохожих никто с депрессией не сталкивается. Для меня факт депрессии – это когда недостаток сна, потому что уже начинаешь плохо соображать. Естественно, настроение ухудшается, поднять ему конфетами не всегда, к сожалению, удается. Нет, с этим не сталкиваюсь еще. Ну, а почему она у меня должна быть? Вроде молодой, не старой еще. Лет у меня много, поэтому думаешь уже о чем. Настроение – настроение. Каждый день что-нибудь новое нам то телевидение, то радио преподнесет. Поэтому от этого настроения у нас и портится, а иногда улучшается. Вот увидел хорошую молодую пару, и мне настроение тоже, которое преподнимается. Да вот молодцы какие, бегают, носятся, а я вот еле-еле хожу. Грустные котики в соцсетях и слова о том, что взгрустнулось – это лишь временная потеря настроения. Депрессия – это грусть, тоска, подавленность на протяжении двух и более недель. Проблемы обесценивать нельзя, лучше сразу обратиться к специалисту, психологу или психотерапевту. Развеем миф, но учет в психдиспансере в этом случае не поставят. Дело в том, что сейчас депрессия протекает наиболее в мягкой форме, которую мы вот как раз и называем непонятно как. Что-то все не то, непонятно что. То есть, плохо встаю с утра, не высыпаюсь, что-то с памятью моей осталось, образность восприятия нарушалась. Припоминание нарушается, трудно думать, трудно выполнять ту работу привычную, которую мы выполняли раньше с легкостью. Тахикардия, проблемы с пищеварением, постоянно расширенные зрачки – все это также симптомы. Больных депрессией в мире становится все больше. Это связано с бешеным ритмом жизни граждан. Всемирная организация здравоохранения считает, что к 2029 году депрессии в мире выйдут на первое место по количеству дней нетрудоспособности. И вот эти финансовые потери любого государства от депрессивных расстройств, кажущихся такими, ну подумаешь, там, взгрустнулось. То есть, они колоссальны. Ну а для тех, кому просто взгрустнулось, есть совет. Да, действительно, кофе, какао, шоколад и любые мероприятия, поднимающие настроение, верный путь до наступления настоящей весны. Когда зелень на деревьях, наконец, поглотит внимание людей и насытит воздух свежестью. Сегодня россияне отмечают день рождения российского сегмента интернета. Интернет так прочно вошел в нашу жизнь, что трудно поверить, что когда-то его и не было. Тем не менее, уже как 23 года в России появился домен.ру. Все началось с телефонных проводов. Именно благодаря им россияне стали счастливыми обладателями интернета. Для того, чтобы подключиться ко всемирной паутине, необходимо было вставить в телефонную розетку специальный модем, который, издавая специфические звуки, раздавал информационное благо. С тех пор утекло много воды и поменялось немало технологий, которые день от дня становятся все совершенней. И вот уже интернет повсюду, и мы не представляем свою жизнь без возможности в любой момент обратиться к самой глобальной базе данных. 7 апреля в России отмечается день рождения российского сегмента интернета, который получил название Рунет. Это значимое для страны событие произошло в 1994 году. Именно тогда запись о домене .ру была внесена в международную базу данных. С тех пор Россия представлена во всемирной паутине. Кстати, 4 апреля отмечался Всемирный день интернета и день ошибки 404. Всем знакомого стандартного ответа, когда сервер не может найти им данные согласно запросу. Скорость интернета с каждым днем больше. Поисковики все реже выдают ошибку. Наверняка совсем скоро. Об этой красивой, но весьма раздражающей цифре можно будет вообще забыть. Сейчас на рязанском рынке представлено немало провайдеров, которые предоставляют услуги, в том числе и интернета. Видикон – провайдер не только хорошего настроения, но и компания, которая вот уже более 20 лет предоставляет рязанцам качественные услуги, в том числе быстрый и надежный интернет. Мы являлись одним из первых провайдеров, которые занимались в Рязани развитием кабельной сети. И постоянный рост и совершенствование инфраструктуры позволило нам предоставлять рязанцам новые услуги, такие как интернет. И до сих пор мы развиваем эту технологию. И я думаю, что в ближайшее время предоставим рязанцам новый высокоскоростной интернет по новой технологии. Сегодня интернет везде, он уже давно используется во многих областях нашей жизни и стал незаменимым помощником в работе и учебе для миллионов людей по всему миру. Надо сказать, что Россия в этом плане старается не отставать от мировой общественности. Пользователей интернета у нас очень много и становится все больше с каждым днем. Это связано с тем, что компьютерные технологии становятся все более доступными для россиян. Для одних всемирная сеть является источником заработка, для других – источником знаний. Кто-то ежедневно общается при помощи интернета, а кто-то использует его только для развлечений, например, играя в игры или скачивая фильмы. Интернет сумел за короткие сроки объединить миллиарды людей со всего мира. Он каждому может помочь найти что-то важное для себя. На этом все. Новости смотрите на нашем сайте город62.тв. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Ипотека 7,4%? Ипотека 7,4%? Как? 7,4%? Да, всего 7,4%. Ваша выгода составит 450 тысяч рублей. Только 6 квартир в месяц. Программа «Доступные ипотеки» от компании «Зеленый сад» и ПАО «ВТБ-24». Программа «Доступные ипотеки» Программа «Доступные ипотеки»